Почему я считаю, что американский рынок будет падать, и это только голые факты. Вы будете неприятно удивлены. Мы имеем удорожание со всех сторон. С удорожением в 20% вы должны понимать, что эти деньги, они куда-то должны уйти. Потихонечку буду вам показывать. Это зерновые. Это соя. Это рис. Это оуд. Забыл, как оуд будет по-русски. Хлопья овсяные. Это соя. Это соевое масло. Это кукуруза. Это, естественно, нефть. Это медь. Это палладий. Это вы приблизительно поняли. Это катон. Это какао. Какао. Что-то видно, какао никто не употребляет. Сейчас народ еще собирается. Так что просто обратите внимание, это пшеница. Пшеница у нас за неделю выросла на 30%. Рост пшеницы 30%. И вы видели зерновые. Рис у нас тоже очень сильно поднялся. Посмотрите внимательно. И вот, естественно, катастрофический параметр для состояния экономики. Китайцев дальше продолжают убивать. Посмотрите. Всех китайцев убивает. Так. Ну, давайте вместе с вами начнем. Всех приветствую. Такие моменты всегда очень тяжело вообще. Вести какие-то эфиры. Разговаривать о деньгах. Мы не будем разговаривать о деньгах. Просто сегодня поговорим о том, в каком состоянии находится... В каком состоянии просто оставлю специальную вам картинку для того, чтобы я вам потом просто показал цифры. И сегодня я по максимуму попытаюсь поговорить языком цифры. Почему я не верю в экономику США? Почему я считаю, что в экономике США будут проблемы? И почему я не верю в рост американского рынка? Вот смотрите внимательно. Вы будете неприятно удивлены. Я не думаю даже, что вы знали что-то об этих цифрах. Но для того, чтобы понимать, почему в американской экономике будут проблемы, мы, естественно, сегодня поговорим о конкретных цифрах. То есть мы конкретно поговорим о цифрах. Что состоит в расходах американской семьи? И какие проблемы? Сколько денег у американцев? Сколько денег там на счетах? И от этого мы сможем сделать выводы, почему, по сути дела, американская экономика находится не в таком хорошем состоянии, как говорят все. И почему я считаю, что американский рынок будет падать? И это только голые факты. Среднестатистическая американская семья тратит 5111 долларов в месяц. Цифры на 22 февраля 2022 года. То есть цифры там меньше, чем двухнедельной давности. Теперь приблизительно мы посмотрим, да, я в самом начале не просто так вам показал, где находится пшеница, где находятся практически все основные затратные моменты, где находится нефть. А теперь всего, сейчас я вам, по сути дела, расскажу, какие основные проблемы ожидает американская экономика. Значит, смотрите внимательно. Среднестатистическая семья тратит 5111 долларов. Приблизительно 62 334 долларов в год. Среднестатистическая семья зарабатывает приблизительно 75 тысяч долларов после налогов. 75 тысяч после налогов, и среднестатистическая семья тратит 61 тысячу долларов. Это просто, чтобы вы понимали, что практически все, что зарабатывает среднестатистическая семья после налогов, это после налогов. Эти деньги практически все тратят. Смотрите внимательно. Теперь я разобью все по расходам. Вы знаете меня, я человек цифр. Никаких ух-ах конкретные цифры. Значит, смотрите внимательно. Приблизительно 1785 долларов в месяц средняя семья тратит на жилье. Это практически 35% всего заработка. Если учесть, что не все американцы владеют своей собственной недвижимостью, а очень много недвижимости ориентуется. Насколько я помню, больше 50% людей арендуют недвижимость. А учитывая то, что за последний год американская недвижимость арендная практически во всех крупных штатах возросла от 20 до 30%, то мы, по сути дела, понимаем, что это такое какое-то полукатастрофическое явление. То есть средняя семья тратит 35% денег на жилье. Скажу даже больше. Я, когда разговаривал с людьми, с обслуживающим персоналом в Майами, многие из них тратят 60% денег, которое зарабатывают. Вы не забывайте, это вопрос среднестатистической семьи. Приблизительно 60% американцев тратит приблизительно почти 60% своего инкома там на жилье. Не забывайте, что здесь приведены примеры семей. Но есть люди, которые там работают в Макдональдсе. Макдональдс и их там два человека. Дальше. Приблизительно вот это катастрофическая цифра. Приблизительно американская семья тратит 610 долларов в месяц на еду. Где-то приблизительно 2 третьих это ежедневные покупки и 1 третье это еда в ресторанах. Неважно каких ресторанах, быстрого питания, небыстрого питания. Вот тут цифра катастрофическая, потому что эта цифра, она будет неумолимо расти из-за, естественно, роста нефти и из-за роста продуктов. Я вам скажу даже больше, что я вчера просто пошел в магазин, я очень люблю мороженое, я люблю вообще сладкое. Я практически вчера ничего не взял, взял, я очень люблю сладкие воды, сладкую водичку вчера взял, взял мороженку, еще что-то взял. Стоило почти 35 долларов. Это очень много для, будем говорить так, простого выхода, ничего не покупания. То есть мороженка и все остальное, то есть цены на еду будут расти. Первое это нефть и второе это цена продуктов. Вообще, неважно это сахар или еще что-то или какие-то содержащие. То есть цена на продукты питания, она будет расти. Это неумолимо и это однозначно. По сути дела, то есть у нас нефтепродукты, вот элементарно бензин, который был 3 месяца назад по 3.79 долларов за галлон, сегодня 4.49 на заправке. То есть приблизительно мы получили 80 центов удорожания, 80 центов удорожания, 25 процентов удорожания. Вы должны понимать одну вещь, что этот расход, он должен куда-то зайти, он не может испариться во все. То есть это передвижение, еда и все остальное. Дальше. Transportation cost, то есть передвижение, американцы в среднем тратят 820 долларов в месяц. То есть можете себе представить, сколько денег, то есть на transportation, то есть надо добраться куда-то и все остальное, американцы в среднем тратят 820 долларов. Больше, чем они тратят на еду. С удорожением в 20 процентов вы должны понимать, что эти деньги, они куда-то должны уйти. Медицинские расходы, хеллскер на семью приблизительно 431 доллар. И в среднем средний американец в единственном числе тратит приблизительно 329 долларов, просто чтобы потратить эти определенные деньги. Смотрите, что у нас дальше происходит. Что американские расходы в связи с ковидом очень сильно увеличиваются. Это я вам говорю конкретно. То есть средние цифры, которые здесь учтены, включают в себя либо семью, либо человек, который живет один, либо человек, который живет с кем-то делит жилье, что в Америке очень распространено, но не финансово независимо. Либо два человека, которые живут вместе и тратят месть. Американцы тратят 82% всего заработка после тексов и приблизительно 18% это остается на то, чтобы что-то сохранить. Теперь что у нас получается, какая у нас основная проблема. Вот голые цифры. Пожалуйста, кто хочет, можете эти проверить. Итак, 25% американцев всего имеют денег на ближайшие 6 месяцев по расходам. 25% всего американцев. 51% американцев имеет расходы приблизительно на 3 месяца. И 56% американцев имеет сохранности меньше 1 тысячи долларов. То есть вы видели, что произошло. Все зерновые, металлы и все остальное идет вверх. Естественно, зарплаты вверх такими темпами не растут. Где-то надо эти деньги изымать. Сегодня Goldman Sachs сказал, что в связи с тем, что людям очень тяжело сейчас получить кредиты. Реально. Людям сейчас тяжелее рефинансироваться. Что такое рефинансирование? Представьте себе, у вас есть жилье. Вы его рефинансируете. То есть вы получаете какие-то деньги назад и, естественно, накладываете вот этот вот кредит там на свой дом. Например, у вас дом стоит 300 тысяч долларов. Он полностью выкуплен. Вам нужны деньги для существования. Вы берете 100 тысяч долларов у банка. Под дом, естественно, вы уже должник этих 100 тысяч долларов. То есть сегодня Goldman Sachs сказал, что жить будет тяжелее. Тяжелее получать кредиты, рост ставок. Я просто читаю то, что было. Это тяжелее получать кредиты, рефинансирование и рост ставок. Они будут дальше усугублять ситуацию. Цифры, которые я вам сказал, это конкретные цифры там на февраль 2022 года. То есть я считаю одну вещь, что в экономике Соединенных Штатов назревает на самом деле тяжелая ситуация. Да, ВВП страны там растет. Но я всегда смотрю по середнячку. Середнячок в Америке составляет 80%. И вот эти цифры, которые я вам всем привел, это то, что по сути дела очень сильно повлияет на вот этот вот середнячок, который по сути дела будет очень сильно страдать в связи именно с ростом цен. Поэтому не забывайте, что, например, как я сказал, на транспортейшн американцы тратят приблизительно, семья тратит 820 долларов в месяц. То есть можно добавить уже, как нефть за последние две недели очень прилично выросла. Там нефть была 85, там нефть сегодня была 115. То есть за последние две недели, то есть обыкновенные расходы, они уже начинают подниматься. То есть если раньше стоило там 60 долларов заправить машину, то сейчас будет там 70 долларов. Не забывайте, я вам говорю, в Нью-Йорке есть штаты такие, как Калифорния, в которых, по сути дела, все гораздо дороже. Все, что я попытался только что вам рассказать, это, по сути дела, то, что у американцев, у которых нет, по сути дела, сохранных средств, не забывайте. Есть пенсионные накопления. Но, если ты начинаешь забирать пенсионные накопления раньше, чем тебе 59,5 лет, ты подвергаешься, мало того, что налогом, еще и штрафу за преждевременное снятие денег. То, что в Америке ухудшается ситуация, говорит даже то, что людям, которые пенсионеры, страна делает потихонечку надбавки. Там где-то 30 долларов добавляют, где-то 50, то есть, по сути дела, это показывает то, что в стране действительно назревает проблема. Естественно, если назревает экономическая проблема, у людей будет меньше денег, я думаю, что, естественно, стакт-маркет должен от этого пострадать. В этом году приблизительно назревает там от 3 до 6 поднятий интереса. Это очень сильно будет влиять также на состояние экономики, потому что вы должны понимать эту вещь. Компания, которая одлаживает деньги у банков, будет дороже одолжить деньги. Что мы имеем? Мы имеем удорожание со всех сторон. Удорожание со всех сторон, оно приведет к тому, что народ будет беднеть. Я не говорю нищать, но народ будет беднее. Первое, что я хочу сейчас посмотреть, как только будет квартальный отчет, я хочу посмотреть, в принципе, очень глубоко постараться посмотреть отчеты мастер-карты визы. Да, мне просто даже интересно, что будет. То есть, одалживают ли американцы больше денег, вообще, что произошло с цифрами. Поэтому, все, что я вам сегодня рассказал, я попытался до вас донести ситуацию, которая очень болезненно складывается на экономике Соединенных Штатов. Я сегодня попытался вам привести цифры. Удорожание вообще зерновых и всего остального, оно, естественно, придорожает. Зачем? Еда будет дорожать. Жилье уже подорожало. Многие люди, которые копили деньги на жилье, я не думаю, что пойдут его покупать, потому что будет удорожание. Поэтому, ничего пока радужного там по американскому рынку я не вижу. Из-за того, что, в принципе, складывается такая ситуация. И, как я уже сказал, 80% людей, это такой средний-средний класс. Это люди, которые практически ничего не могут откладывать. Я вам прочитал цифры. 56% населения не имеет даже 1000 долларов. И вот всего 25% денег на 6 месяцев вперед. Ну, то есть, это 20-30 тысяч долларов. Я думаю, что действительно, то есть, американская экономика будет иметь проблемы. Честно, сейчас вообще очень тяжело говорить и не хочется сильно много говорить. Я просто стараюсь вам что-то рассказать для того, чтобы вас поддержать хотя бы, чтобы как-то увести ваши мысли. Так что, вам всем хорошего дня. Вам всем удачи. И всем мирного неба над головой. Всех вас очень люблю. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»